Старинные монеты обнаружили в одном из домов усадьбы Урванцова, которая находится на улице Карла Маркса, напротив здания Каин. Нашел их прораб, ответственный за реставрацию дома. Деньги были в подвале этого здания. Вот здесь приблизительно начали купать рабочий грунт. Это словно послойно разрабатывали. Шесть монет эпохи Павла I номиналом в одну, две и пять копеек Петр Ерем обнаружил в куче грунта. Говорит, подвал более чем на полметра был засыпан землей. Старинная чеканка запала в душу так, что расставаться с ней не хотелось. Вот эти шесть штук я взял в карман и никому не хотел говорить. Понес домой. Целую ночь не спал, совесть мучила. Ну, что делать, думаю, давай принесу назад. Думаю, а вдруг посадят. Что делать? Скорее всего, эти монеты были потеряны, обронили их. И, скажем так, в течение времени их просто засыпали землей. Поэтому, скорее всего, это просто находка, которая пока еще наклад не тянет. Находку оценивают в 8 тысяч рублей. Это самая большая, но не самая ценная монета. Датируется 1783 годом. Таких пятикопеечных медиков тогда чеканили немало. И подобные монеты до сих пор находят по всей России. Наиболее ценной представляется монета 1 копейка, номинал в 1 копейку, которая была чеканина в 1800 году. Их чеканили всего буквально 2-3 года. Поэтому эта монетка довольно-таки редкая и представляет наибольшую историческую ценность. Судьбу монет решать будут коллегиально. Министерство культуры, мэрия и собственник здания, на территории которого их обнаружили. Вероятнее всего, в ближайшее время они появятся в одном из городских музеев. Петр Еремов же надеется, а вось еще что ценное под ноги подвернется. Елена Чередина, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».